С миру по нитке. Поток неравнодушных жителей Кызыла к этому дому не прерывается с 26 января, когда у многодетной семьи сгорел дом. Помогают кто чем может. Теплой одеждой, обувью для детей и родителей, продуктами и даже мебелью. Вещами новыми, с этикетками. Тут тоже все за этого. Игрушки тоже новые. Неравно помогли. В ночь с 25 на 26 января в одной части семья осталась без всего. Заметив пламя, мать успела вынести из горящего дома всех своих детей. Однако, как говорится, беда не приходит одна. Пока бежали за помощью к соседям, трехлетний Макар, испугавшись, убежал. Мама вместе с соседями пыталась найти ребенка своими силами, но безуспешно. Они вообще не пугаются. Никогда. А я пугают. Там у меня как у тучки дом. В это время инспекторы ДПС, обеспечивавшие безопасность дорожного движения вблизи места происшествия, заметили, что на проезжей части лежит ребенок. Отметим, что в эти дни в Туве стояли сильные морозы, а в эту ночь столбик термометра опустился ниже минус 47 градусов. Мальчик не подавал признаков жизни. Дорожные полицейские, не теряя времени, передали ребенка медикам. Завтра планируется обретение лечения, остине критомии, ампутация пальцев, обеих кистей и стоп. Спасибо тем яичникам, которые обнаружили моего ребенка. Вообще говорят, что случайно мимо даже проехали. Огромное спасибо тем людям, которые откликнулись, помогли и вещами, и деньгами. История многодетной семьи, попавшей в беду, не оставила равнодушным никого. Вопрос своевременной помощи погорельцам поднимался на уровне главы Тувы. 26 января на левобережных дачах произошел пожар, сгорел частный дом, ну и соответственно без жилья и вещей осталась многодетная семья. Четверо малолетних детей, которые мама смогла вынести из пожара, это Валентина Кононова. И сейчас один ребенок в больнице находится, получил серьезное обморожение. Ушел от дома на 600 метров, пока мать вытаскивала остальных детей. Поэтому я хотел бы, чтобы агентство по делам семьи и детей по поддержке этой семьи предприняло меры, соответственно, муниципальная власть, взаимодействие и так далее. Агентство по делам семьи и детей. В настоящее время пострадавшей семье от пожара была оказана социальная помощь. Это в виде теплых вещей для детей, а также семьи. Также семья поставлена на учет, на службу сопровождения. В дальнейшем наши социальные работники, Центра социальной помощи семьи и детям города Козыла будет оказана семье помощь. Несмотря на все жизненные трудности, глава семейства строит большие планы. Построит новый большой дом вместе с Макаром.